Субтитры делал DimaTorzok На Токио дольше ехать, чем встоке до Киото Приехали, а в Киото дождь И солнышко в дождик А у нас же он в чемодане, и мы его доставать не собираемся Мы пойдем пешком до дома, потому что мы живем близко к станции вокзала Ребята, мы заехали в комнату, и если честно, после апартаментов в Токио Мы даже не понимаем, зачем нам столько места у нас здесь есть стол Размер кровати Зай, можешь вот так вот просто сесть вот сюда и упасть как бы Просто размер кровати, это... Вот то, что я вам говорила в прошлом влоге, что здесь почти всегда блюр на окнах И сейчас у нас тоже блюр на окнах Вот такой туалетик Ой, ну красота! Ну, мед! Мы вышли прогуляться по Киото И идет дождь Но нас не останавливает пока что Первые впечатления очень приятные Здесь такие классные улочки Романтично, красиво Нравится такое Мы про юж стикеры с ней дали вот такую корзиночку Всем доброе утро! Мы начинаем первый большой день в Киото! Мы приехали к Фусиминаре Знаменитые такие арки красного цвета Идем туда, туристов просто, просто немеренно Так звучит бамбук А он пустой внутри Да, потрогай вон тот большой бамбук Это не бамбук, дай Это стол Смотрите Опа! Здесь был чей-то пенус На самом деле место очень красиво, атмосферное Еще вот эту вот, знаете, такую вот нотку мистики добавляет мох Просто офигенно красиво Но, есть один небольшой минус Количество людей Количество людей, ребята Такое мы видели только... Где зай? Фонтан от травы, наверное? Наверное Смотрите, мы одни идем, вообще никого нет Это что такое? Та-дам! А сзади там просто миллион народов В Киото просто рай сувениров Здесь столько сувенирки, просто капец Мы в Токио не купили вообще сувениры, буквально минимальные А в Киото, жесть Ребята, мы такое придумали Сейчас такое учудим В Японии продают стаканчик со льдом Пустой, то есть вы можете любой напиток остудить Что мы сейчас и сделаем В этой красоте мы берем Вот эту красоту Ребята, сейчас выпьем за то, чтобы каждый понедельник так начинался За вас, за вас, друзья Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите так же Киото максимально туристический город Здесь можно и фотографии поделать, и в гейшу нарядиться Все, что угодно Вообще, лишь бы заработать денег Не знаю Это и клево, потому что создается вот этот все равно вайб старины Такой старой Японии Но при этом ты можешь и поразовлечься Мне такое нравится А еще мой муж не хочет переодеваться в гейши, в самураи Да, мне кажется, это кринж Мне кажется, это так мило Я хочу переодеться в гейши и уходить Мне кажется, это все равно, что на красную почту ходить Ушаке, Шаровара, Локтя Что плохого, если ты турист? Посмотри, как ты оденешь, когда увидишь такого человека на красных лесах Мы сейчас идем к знаменитой улице с Пагодой И я говорю, блин, я придумала лайфхак Надо было взять с собой ленту, которой огораживают все, типа, осторожно Опасно Огородить всю улицу и подкаться, сколько влезет просто Так, мой муж решил взять огурец Сейчас мы посмотрим, что это на вкус Он, смотри, разный Есть какой-то с перчиком и с кунжутом И есть обычный огурец Мне кажется, надо с перчиком и с кунжутом брать Какой-нибудь интересный Вот все фоткаются на одном квадратнометре Вот здесь вот идет фотосессия у нас Вот здесь у меня муж покупает огурцы Сейчас вот эти очень милые японцы И ему их продадут Медятина? Вообще бомба Я тоже хочу Остренький Остренький, сочный Реально, очень вкусно Вот Вау Ребята, 12 здесь я Реально, без шуток Это прям топ Я остаюсь здесь жить Реально, без шуток Реально, без шуток Мы на самой заманитой улочке С видом на пагодок На роддом Вот столько Сидим, я краб Василий, мясо Покажи, где мы видим Вон пагода Как тебе краб? Краб не чувствует Чувствует так слышно масло Звучит не очень Вид такой же Как на пагоде, где Фудзияма Только вот здесь Фудзияма не хватает Мы пришли в храм Пьюмидзедера Надеюсь, я правильно Произношу И вход здесь Платный Мы, наверное, сейчас заплатим 500 йен с человека Чтобы войти И посозерцать красоту Красивые, да? Можем сохранить Я всю жизнь говорила Что не люблю природу Парки Но после того Как мы побывали в Японии Моё отношение изменилось Я поняла Что природа Парки Могут быть настолько Красивые Просто можно Целый день Стоять И смотреть Блин, интересно Это как мочи Или нет Какое, что да Вкусно Это очень вкусно Мы когда пришли в Starbucks Я купила Пончик Я думала Это мочи Я не хотела Пончик Я так расстроилась Это очень вкусно Я пончик тоже съела Ну, видишь Где-то пришло Где-то ушло Ааа Это колори Видишь Мы нашли автомат С колой Самый вкусный На свете Мы покупали Такую в Токио Мне очень понравилось Второй раз За поездку Мы в Макдаке Здесь должен быть Бургер без хлеба Смотри Смотри На рис Как он скажет Ёшкин Корж Вкусно? Прикольно Блин, реально рис Мне кажется, что это похоже на нигири Да? Я тоже хочу попробовать Это че Мне кажется что он Не знаю В этом году С Аага Такой С�аги Поэтому Точней Сryn Мы сейчас идем по спальному району и спальные районы в Киото, и вообще в Японии, в Токио тоже спальные районы. Просто потрясающе красивые, чистые, аккуратные, милые, вообще невероятные какие-то, как будто здесь не люди живут, знаете, а просто вот в Симс ты построила себе вот такой вот городок, вообще очень классный, нравится. Идем с Васькой обсуждаем, интересно, кто здесь живет, богатые люди или бедные люди, мне кажется, обычные, то есть не богатые, потому что домики маленькие, небольшие и машины обычные, но красиво капец. Я сейчас прикреплю сюда карту, чтобы вы понимали, где мы находимся, и мне бы очень хотелось бы в таком городочке, или сейчас еще одну карту прикреплю, или вот здесь остановиться, например, на две ночи, чтобы просто бродить по этим маленьким улочкам, это просто вообще отвал, мне так нравится здесь, уютно, реально, как из какого-то фильма, блин, не знаю, сердечко мое замирает в таких местах. Я, короче, в полях захорился, прочел лайфхак, что нужно идти не в Бамбуковый лес основной, потому что там дофигища туристов, а немного пройти сюда, заплатить денюжек, и здесь в тысячу раз меньше людей. Бамбуковый лес позади меня. Очень красивая новая бамбуковая роща, очень маленькая. За секундочку поднялись, за секундочку спустились. После поездки в Японию, мне кажется, я куплю глиняные кувшины и буду выращивать цветы на балконе, потому что это так сильно вдохновляет. Здесь у каждого домика стоят эти горшки, где аккуратненько, так красивенько растут цветы, либо какие-то кустарники, вообще, это такое вдохновение. В этом месте у меня появилось желание немножко пожить, какое-то время просто походить, помедитировать, отдохнуть. У меня в Венеции было такое желание сделать. Лайф совсем другой, здесь не похоже ничем на Венецию. Вот там у меня так было, здесь и в Атроеке. Ты теперь понимаешь, почему японцы созерцают? Ну, наверное, да. Мне кажется, я тоже. Хочется становиться, замедлиться. Я сейчас прочитала брошюрки, которые нам дали, что вот эти человечки символизируют удачу. Они а-ля посланники Будды, короче, на Будду работают. И у каждого из них разные выражения лица. Нет повторяющихся вообще, то есть каждый из них разный. Посмотрите, как машины припаркованы. Просто миллиметр. Мы только что поели у грязи. Сейчас ждем автобус, поедем до следующей достопримечательности. И мы сейчас стоим, где бамбуковый лес. Здесь столько народу, столько туристов. Вообще жесть. А мы сегодня ходили, а вообще никого не было. Ребята, приехали мы, значит, вот сюда. Я не буду произносить. А тут до пятидесяти. Пять часов в десять минут закрытия. Мы приехали ровно в пять часов в десять минут. Все закрыто. На заметку, если вы едете в Японию, то знаете, что все закрывается примерно в пять часов вечера. Все. Все. Ой, мальчики. Сейчас у нас уже был отпуск на попадание. Мы могли предвидеть, что он готовится или не подумал. Да не подумал никто. Головой своей. Да ничего страшного, ребята. Мы в Японию. Что мы? Все-то не найдем чем заняться. Конечно же, но идем. Следующий кадр мы сегодня живем. Соджо опять-таки. Соджо сам тебя не выпьет. Это шутка. Зай, что мы решили делать? Мы решили, что пойдем домой пешком. А сколько нам идти? Где-то час сорок. Нормально. Нормально. Размерчик. Всем привет из третьего дня от Киота. У нас, короче, попытка номер два. Мы приехали в храм и на Куджо. И он открыт. И идет дождь. Вообще, почему все приходят посмотреть на этот храм. Потому что это золотой храм. Ребята, дорого-богато. Мы такое любим. Блин, дождик, конечно. Но у нас такой Киота получился дождливый. Романтичный город. В Киотово всех храмах минус – это толпы маленьких детей, школьников, которых приводят на экскурсии. Они фоткают все подряд, они фоткаются. И создают очень-очень большое скопление людей. Мне кажется, что вообще в соцсетях вот этот кинка кудзи самый популярный и распиаренный. Потому что из-за вот этого золотого замка создается такой, не знаю, какой-то флер, богатство, чего-то. Вау. Но на самом деле нам понравился этот храм, наверное, меньше всех, что мы вообще видели в Японии. Потому что очень много людей. Сад не такой впечатляющий, в каких мы уже были. И если у вас ограничено количество времени в Киотово, я бы, наверное, не советовала сюда идти. Есть храмы, которые более красивые. Вот сейчас вам список названий вот сюда вот прикреплю, чтобы вы знали. Вот это топ, пушка, просто бомба, пиу, взлетаем. А вот это, ну блин, ну, 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 блин. КОНЕЦ 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 Принц КОНЕЦ Уходит повсибир на салью Неско и сильнее всего знаменит своим садом камней. Здесь 15 камней, которые, как считается, нельзя увидеть с одной точки сразу все 15. И увидеть все 15 можно только воспарив. То есть это можно сделать либо человек посветлённый. Но мы прочитали заранее, что вообще-то точки есть, с которыми можно увидеть 15 камней. И, к сожалению, мы эту точку нашли. И все 15 камней действительно можно увидеть с одной точки. Нет, а еще есть поверье, что если ты просветлённый, то ты можешь увидеть 15. Да, возможно, но просто просветлённый. Никто не видит в этой точке ни камней. Но мне очень нравится сама идея, сама концепция, как он выглядит. Но то, что оказалось, можно увидеть. Расстраивает. Покупать жене Митараши. Василий решил съесть булочку из внесённых призраками. Вкусно. У нас сегодня получается такой трип по храмам, по садам. Это уже третья точка. Мы приехали. Не буду произносить, как называется. Даже стараться и пытаться не буду. Идём вынимать красоту японского сада. Мы специально приехали в этот сад, потому что я хотела посмотреть на видок. Я сюда фотку ставлю. Он закрыт. Мы заплатили пол 800 йен. Мы сейчас идём есть в нишке маркет. Это а-ля такой рынок, типа, где очень много мест. Ты можешь выбрать всё, что ты хочешь. Street food. Вот. Мы идём туда. Музыка. 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 Это самая вкусная еда, которую мы ели в Японию. Это просто 15 из 10. Мы унаги взяли по второму кругу. Это безумно вкусно. Это так вкусно. Просто всё, что мы сейчас взяли, на чёткую десятку. Это место очень похоже на Рим. Кстати, кто не смотрел Волк из Рима, сейчас будет подсказочка. Он просто офигенный. И вот это очень сильно напоминает. Вот он, японский Тибр. Мы пришли на самую туристическую улицу закупаться сувенирами. Потому что у нас сегодня последний день в Киото. И мы уезжаем. Завтра у нас Нара по расписанию. И всё. Поэтому у нас плотная закупка сувенирами. Музыка. 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 не такая они все острые но и как мило это просто какой-то другой формат видишь они все одинаково острым да 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 мы такую съели и потом все горело попробовать можно вообще все мы нашли потрясающий магазин с ручной работой просто вау удивительно время 6 часов вечера и здесь уже все закрыто самое туристическое место магазинами закрывается все 55 не хотят зарабатывать у у у у у